Не научишься. Даже молоток держать правильно, нужно учиться. Сила удара должна быть правильная. И очень много чего еще правильного должно быть. Но тут был успех полнейший. Поэтому, если вы поступаете кому-то на обучение, вам удалось добраться до учителя, до какого-то, обязательно попросите талисман. Но только не выпрашивайте, а так, легонечко намекните, потому что мало ли что. Мы все равно разбавленные, уходим от учителя. Взять все мастерство зачастую не получается. И те знания, которые есть в учителе, они могут полностью, абсолютно перейти благодаря талисману. Теперь будем разговаривать о оберегах. Чем интересны обереги? Они помогают достигнуть определенные цели. То есть не только обережество, а еще и цели. У нас были процессуальные цели, которые мы в течение жизни пытаемся достигнуть. Я, ну вот в нашей славянской культуре была одна из самых важных процессуальных целей – это бессмертие. Конечно, до бессмертия еще очень много функций, которые стоит взять на вооружение. Такие как свершения благостные, леленья и блажа. Что такое блажь? Это тонкий контакт с мирозданием, когда нечто божественное в тебя проникает. Дополнительно, габино – это божественная судьба. Удача, радость, слава и почет, терпение, исполнение желаний. И у всех этих и так далее. У многих функций есть то, что делает… Вернее так, у многих функций есть предметы, или точнее геометрические фигуры, которые позволяют эту функцию взять. Вот сейчас очень можно всякие пентакры. То есть у нас пятиконечная звезда, она везде. И вспоминаем Советский Союз, пятиконечная звезда присутствовала везде. А, к слову сказать, пятиконечная звезда, она как раз и дает радость. То есть круг, который можно взять, и в центре круга, то есть описанную окружность делать вокруг пятиконечной звезды. Что дает окружность? Окружность собирает, а звезда, потому что это фигура с остренькими кончиками, а все острое всегда излучает. То есть круг будет собирать энергию, а звезда будет излучать. То есть прям по контуру мы описываем окружность. И таких звезд может быть много. К слову сказать, если мы берем, например, звезду даже из трех лучей, такая тоже присутствует, то это как раз божественная судьба. То есть благодаря звездам мы можем копить и получать ту или иную функцию. И она же является оберегом. Либо четырехконечная звезда — это удача. Шестиконечная звезда — это слава и почет. Семиконечная звезда — это терпение, исполнение желаний. Восьмиконечная звезда, ее еще иногда называют панагея или панагая. Восьмиконечная звезда, она дает вечность. То есть если вы поставили себе цель вечной жизни, то, конечно, звезда здесь восьмиконечная. Именно заключенная в круг, она будет вам в помощь. К слову сказать, вот для чего все время нас пугают, например, пятиконечной звездой. В нашей традиции звезды были нормой. Но сейчас говорят, что это якобы какой-то символ сатанизма, который вдоль и поперек используют сатанисты. И отсюда они берут силу. Так они берут ее именно по тому силу, что она рабочая для всех. Единственное, мы все перепуганы, мы думаем, что это вот какая-то ерунда, вот надо ею сторониться. Если это обычная пятиконечная звезда, вот такая вот, как у нас всегда на елке изображалась в советские времена, да и сейчас звезду вешают, и заключить ее в круг, то она будет нести именно радость. Но число пять, чем оно интересно, это жизненность. То есть это регенерация тканей, это превосходная степень изменения человека, то есть преображение. То есть пятиконечная звезда, она задает очень много функций, которые нам нужны. То есть если вы себя плохо чувствуете, то как раз пятиконечная звезда в круге, она будет давать жизненность, у вас появятся жизненные силы. Если вы себя поранили или себя как-то не очень хорошо чувствуете физиологически, то как раз вот пентаграмма, будем так говорить, заключенная в круг, она позволит вызвать в организме эффект регенерации в усиленном темпе. Если мы говорим о преображении, то это сверхлучшее нечто, что вы можете представлять из себя. То есть это лучшая версия вас. Да, ношение звезд любого формата, сколько кончиков у звезды, лучиков будет, это решать вам. Но ношение должно быть периодическое. Почему иногда говорят, я вот работаю, а не получается? Потому что эффект накопления появляется тогда, когда вы периодически что-то снимаете, и организм начинает заново воспринимать этот символ. То есть постоянное ношение, оно не обязательно. Вы можете периодически, раз в день вспомнили 15 минут, поносили, сняли. Это может быть изготовлено как из металла, так и из дерева, вышито на одежде, нарисовано там на одежде. Но самое главное, чтобы это было периодически водружено на вас. Дальше число 9, если девятиконечная, соответственно, звезда. Это воля и терпение. Ну воля, будем говорить так. 10 – это бережение. То есть десятиконечная звезда дает именно функцию бережения. Следующая, одиннадцатиконечная звезда – это мира, функция мира. Что такое функция мира? Это функция не тогда, когда вы в мирном состоянии сидите. Нет. Ваши мысли, ваши чувства, ваши идеи, они спокойно текут в вас. Они вызывают реакции, вызывают действия. Но все настолько ровно по полочкам, что вы находитесь в равновесии, в состоянии абсолютного равновесия, когда вам хорошо, вы успокоены. Вот это состояние мира. Двенадцатиконечная звезда – это благость. Вообще благость переводится как «благой гость». Вот для того, чтобы внутрь себя пригласить ток энергии, можно сказать, святой ток энергии, какой-то волшебный. Вот нужно носить двенадцатиконечную звезду. Тринадцать. Тринадцатиконечная звезда. Нам сейчас опорочили число 13, якобы тоже там сатанисты его используют. Но почему число 13 очень долго, так скажем, ставили во главу угла и считали, что это плохо? Потому что в нашей традиции славянской число 13, оно относится к Богу Перуну, к громовержцу. И, естественно, неправедные поступки, они всегда карались. И вот отсюда возник такой страх. Но если у вас всё хорошо, зачем вам бояться? Бояться нечего. Боится только тот, кто сделал какую-то пакость. Поэтому число 13 – это очень хороший символ, который помогает реализовывать праведность, праведные поступки. Если вам не хватает огненности, огненности поступков ваших, праведного поведения в какой-то ситуации, то, конечно, 13-конечная звезда – это ваша звезда. Число 14 – это могущество. Могущество – это не беспредел, это не анархия, это именно могущество, которое помогает в той или иной ситуации довести до конца что-то, что было не по силам до того, как вы за это взялись. Поэтому прекрасная 14-конечная звезда вам в помощь. 15 – мастерство и процветание. Всем мастерицам, которые садятся за творческий проект или мастерам, которые занимаются творчеством, нечто то, что вы производите. Причём неважно, в каком направлении вы работаете. Это может быть что угодно, начиная от компьютеров, программное обеспечение, заканчивая действительно рукоделием. Если вы мастер в чём-то и делаете что-то инновационное, новое, то, чего не было до вас, то есть занимаетесь творчеством. Слово сказать, слово «творчество», оно сейчас понимается как нечто такое, что было до вас, ну, просто ещё одна картина или ещё один танец, или ещё одна программа написанная. Нет, творчество – это то, чего не было никогда до вас. То есть это нечто новое, нечто то, что вы изобрели. И это является новым эпохальным направлением, внутри которого будут работать другие. Вот это называется творчеством. И, конечно, раз мы говорим о творчестве, то пятнадцатиконечная звезда, заключённая в круге, она даёт то самое творчество, даёт знание, как произвести на свет нечто такое, чего не было до вас. Дальше, шестнадцатиконечная звезда. Это святости. Вот мы, когда смотрим на святых, мы видим, что у них нет протеста к этому миру, но через себя они меняют этот мир к лучшему. Вот святость – это именно то качество, которое позволит вам творить нечто такое светлое, доброе, хорошее, святое, да, попросту говоря, что позволит другим через вас измениться. Число семнадцать. Всего хорошего. Ну, мы обычно прощаемся, да, когда так говорим, но вот это всё хорошее, чтобы в нашей жизни было. Мы привыкли, что вот когда нам плохо, значит, всё плохо, а вот когда хорошо, то всё хорошо. Но всё хорошо бывает и когда нам кажется, что это плохо, когда мы теряем людей или теряем какое-то дело, или нас увольняется работа. Мы воспринимаем это как некие катаклизмы. Но кто знает, когда время проходит, мы уже понимаем, что наоборот, всё было хорошо. Это было здорово, что это так произошло. Поэтому, если вы хотите благих изменений, хороших изменений в вашей жизни, то 17-конечная звезда, заключённая округ, это хороший инструмент. Лады согласия — это 18-конечная звезда. Но тут говорить нечего. Если есть проблемы в семье, если вы чувствуете, что лады согласия покинули ваши отношения, то как раз число 18 можете взять на вооружение. 19 — это здравие. Тут объяснять нечего. Это то качество, которое будет интересно всем. мудрость — это число 20. 20-конечная звезда даёт мудрость. Если вы чувствуете, что вы в какой-то ситуации не можете сделать правильный выбор и поступить трезво, честно, ясно, мудро, то воспользуйтесь именно 20-конечной звездой. счастье — это 21. Интересно, что счастье мы сейчас испытываем одну секундочку. То есть у нас появилось некое ощущение приятное, и оно очень быстро гаснет, и мы не успеваем насладиться этим ощущением счастья. Для того, чтобы оно задержалось и стало проникновенно долгим, вот как раз здесь 21-угольная, или лучевая точнее, это тот правильный инструмент. 22 — это величие. Ну, с величием вообще ничего не понятно, потому что величие обычно расценивается как некая корона на голове, что человек велик. Нет, велико вы можете быть и дома, когда вы проявляете своё величие именно в отношениях с близкими людьми и даёте им такую благость, столько энергии и так с ними взаимодействуете, что вы именно велики в своих поступках. Пусть даже дома в бытовом смысле. Если это величие будет распространяться и на социум, то это ещё лучше. Число 23. 23-лучевая звезда, она даёт возможность зачатия. Это одновременно и зачатие долгожданного ребёночка. Если были проблемы с зачатием, если были проблемы с деторождением, то как раз эта звёздочка, она вам может помочь. К слову сказать, в моей жизни были такие случаи, когда женщина обращалась и говорила, что нет возможности, к сожалению, они не могут в моей жизни. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова